Ну что ж, добрый вечер, уважаемые гости и жители города Санкт-Петербурга. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы с вами присутствуем на уникальном событии, потому что сегодня в Санкт-Петербурге, культурной столице России, стартует ретроспективный кинофестиваль военных фильмов «Вечный огонь» из Китая в Россию. Уважаемые господа, прежде чем мы продолжим торжественную церемонию открытия ретроспективного кинофестиваля, я скажу новость, которая, наверное, ни для кого уже не новость. Сегодня, как это обычно и бывает, печальное событие заставило нас врасплох, и из жизни ушел великий фотографист, великий человек Эльдар Александрович Рязанов. И человек, который столько сделал для кино, я думаю, ему будет приятно, если мы почтим его память. Спасибо, господа. Несколько слов о этом фестивале. Данный фестиваль организован Госфильмофондом России при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Летом этого года фонд Тимченко при поддержке киноархива КНР и Госфильмофонда Российской Федерации дал статк кинофестивалю в КНР. сегодня я хочу簡單 представить этот фонд, который объявил темную задачу работу. Что это делать? Сегодня это ber한민大的communication в своих движения поддержках. Это, и наша아бранка laster quan've васodka, и Российской Федерации, и Their главных представителя — это центрятельная компания в группах. С 26 августа по 12 сентября в Пекине и Су-Джоу впервые демонстрировались 7 советских военных кинолент. 28 ноября кинофестиваль стартовал в Москве, а сегодня, 30 ноября, начинает свою работу здесь, в Санкт-Петербурге. В идеале со 2 сентября я Pascal, 28 г, в Пекине, 15 в период зачи Tanzо disposан нашего концовета, по Lösвегу и Су-Джоуbee, чисто и в Москве приanticинков 3 сентября в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер Уважаемые дамы и господа Во-первых, спасибо, что пришли на наш фестиваль Мы очень надеемся, что вы увидите замечательные, интересные фильмы, которые я думаю, что вряд ли кто-либо из вас смотрел, потому что все-таки это для нас очень интересная такая продукция Китая Я бы не хотел отвлекать вас лишними словами, потому что важное, самое главное, это посмотреть в тяну Но я должен и мне очень приятно сказать большое спасибо, во-первых, фонду Тинченко за то, что он помог организовать вот этот фестиваль в Москве и в Санкт-Петербурге Большое спасибо нашим коллегам из Китайской Республики, которые тоже принимали участие, активное участие в этом фестивале, привезли фильмы и сами приехали представлять их Большое спасибо за то, что нас посетил консул по культуре Китая в Санкт-Петербурге И очень большое спасибо правительству Санкт-Петербурга, значит, они очень нам всегда помогают и надеюсь мы дальше будем совместно сотрудничать с правительством Санкт-Петербурга, комитетом по культуре, комитетом по международным связям И в конце своего выступления я хотел бы сказать, что мы очень надеемся, что это только первая ласточка, что вот этот фестиваль мы проводим, что это будут другие фестивали, может быть, с другой тематикой, интересной И не приглашаем вас на все просмотры, спасибо Спасибо, директор Санкт-Петербурга, федерального фестивального фонда Российской Федерации, Мамуткин Георгий Николаевич, спасибо, и слово в переходе дальше Добрый вечер, уважаемые зрители, мне очень приятно от лица нашего фонда видеть вас всех здесь, в этом зале Надеюсь, что кинофестиваль Добрый вечер, уважаемые зрители, мы очень рады, что вы сегодня увидели здесь Вы примите с удовольствием, посмотрите эти фильмы Для нас очень важно было поддержать идею Госфильмофонда России и киноархива Китая В первую очередь для того, чтобы молодое поколение наших двух стран знало историю, героическую историю наших народов И для того, чтобы такие страшные страницы больше в истории нашей страны повторялись Китайское кино для российских зрителей – это большая загадка И я надеюсь, что этот кинофестиваль поможет вам начинать его разговаривать Я надеюсь, что через этого года, вы можете хорошо понимать его, что это было Спасибо Это был заместитель генерального директора благотворительного фонда Елена и Геннадий Тимченко, Игорь Парадачев инаure за его учительный генеральный фонда США Уважаемые гости и друзья, добрый вечер Вам благодаря вам всем благодаря России и Геннадий Тимченко Китайского Фонда России и Геннадий Тимченко Прежде всего, я хотел бы поблагодарить фонд России и фонд Тимченко за возможность участвовать в этом замечании. И мы покажем в этот раз 7 фильмов, все очень замечательно. И я надеюсь, что в дальнейшем я не буду отнимать время. Но надеюсь, что и в дальнейшем посредством кино сможете увидеть и более прекрасную реальность. Надеюсь, что вам понравится все, что вы увидите. И надеюсь, что и в будущем у нас сложится замечательное продолжение сотрудничества с вашим фондом. Все это так. Спасибо. Заместитель директора генерального консульства Китайской Народной Республики Пай Дин Жуй только что поздравил всех нас собравшихся. Абей. И следующее слово предоставляется консулу по культуре генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге господин Сяо Куаню Манин. Дорогие друзья, позвольте мне сразу говорить по-русски. Здесь, конечно, крафтуют русские зрители. Прежде всего, позвольте мне поздравить всех с открытием российско-китайского кинофестиваля «Вечный огонь». А также выразить искреннюю благодарность всем тем, кто принимал участие в организации данного неоприятия. Киноискусство представляет собой отражение жизни эпох. Кинемонограф Китай следует за развитие эпохи и постоянно повышает свой уровень. Кутальные образы и все чаще следуют международным стандартам. Согласно статистике, в 2014 году в Китае было снято общей срочностью 618 удовольствием геналитетов. И первые годы на билеты на сумму 4,78 млрд долларов, чем Китай занял второе место в мире на рынке киноиндустрии. Все большие и большие китайские фирмы появляются в списках наград международных кинофестивалей. Многие звезды китайских кино становятся известными на международном арене. Мы с радостью отмечаем, что предыдущие фестивали кино, взаимно проведенные в России и Китае, нашли благодатного зрителя среди граждан наших стран и уже стали своеобразные важные площадки и продуктные общения. И с помощью которой зрители могут лучше понять и узнать Китай и Россию, а также прочесывать их. Я уверен в том, что данные кинофестивали откроют зрителям обложка в мир культуры Китая и России и их национальные особенности. Вместе с этим укропить дружбу и взаимопонимание между народами двух стран и внесет в тракт в развитие двух сторонних отношений. Благодарю всех за внимание и приятного просмотра. Спасибо. Спасибо вам огромное. И слово предоставляется главному специалисту Сустав Азии, Африки и Латинской Америки комитета по внешним связям. Калугин Сергей Васильевич. Ну, во-первых, хотел бы сказать большое спасибо организаторам данного мероприятия за ту оценку, которую они дали собственная работа администрации Санкт-Петербурга в этом направлении. Что касается самого фестиваля, хотел бы отметить, что это мероприятие не только культурного характера. Понимаете, помимо культурных ценностей, которые достигаются на данном фестивале, здесь присутствует еще очень важная в нашем мире патриотическое составляющая и историческое составляющая. В наших современных условиях значение исторической правды, значение истории, неискаженной истории или ее понимания в нашем государстве очень трудно перецепить. Потому что иметь неважноQueue 2 года, но и соответствие SalemTech Меодерисована Lake般 и Aren trotzdem Republican. Именно неискаженная решение исторической tent jokes great to the end of our皆さん. Поэтому я выражаю надежду и уверен, что данный фестиваль это не единичное мероприятие и что такие мероприятия будут продолжаться. в целях во имя и во благо укрепления отношений между Российской Федерацией и Китайской народной школы. Спасибо. Шэн Син, я сегодня, шэн Син, сциклоном, уж и шэмэй, и цисинь, и хэмэй, и цисинь, и хэмэй, и цисинь, и хэмэй. Большое спасибо. Той-сэ. Спасибо большое, Сэн Синевич. В дни микрофона приглашается первый заместитель председателя комитета по культуре Воронко Александр Николаевич. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Нихао. Дима, дима, я сжимая, я сжимая. Ваше аплодисменты. После толь-то замечательных слов, разучавших с этой сцены, мне остается только поблагодарить организаторов, всех людей, причастных к созданию этого кинофестиваля. Китайский фестиваль действительно уникальный, потому что благодаря ему китайские зрители смогли посмотреть впервые 7 фильмов, которые входят в классику. Советского, российского кино. Женя, Женечка и Катюша Владимир Мотыля, 20 дней без войны Алексея Германа и ленинградский ветром Константина Яршова были сняты на старейшей киностудии России в Ленфильме. Абсолютно законно, что теперь мы встречаем все китайские фильмы на берегах Невы. Сынезай, Женечка и Катюша Владимир Мотыля. Женечка и Катюша Владимир Мотыля. Женечка и Катюша Владимир Мотыля. Имея, Женечка и Катюша Владимир Мотыля, заставка Германа está от этих странностей, divided by amorism. И поэтому абсолютно прекрасное название у этого кинофестиваля. Вечный огонь памяти всегда горит в наших сердцах, но когда мы видим такие фильмы, он загорается еще ярче. И это название «Чан Мин Хуо» очень важна, потому что Чан Мин Хуо – это первое имя «Чан Мин Хуо», он всегда находится в сердце. Я поздравляю всех нас с открытием этого знаменательного кинофестиваля и уверен, что мы, посмотрев эти фильмы, откроем что-то новое для себя и еще больше проникнемся в нашей истории, истории Китая, истории России. Спасибо. 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 Ну что же, благодаря наших почетных гостей, приглашаю вас в этом году. Мы приглашаем вас, также должен занять места в зрительном зале, мы продолжим нашу историю. И вам вручаются памятные подарки от Госфильма фонда и, конечно же, аплодисменты всех самоваших сезонов. Здравствуйте. 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 Уважаемые господа, российско-китайские отношения активно развиваются. В 2015 году совместное празднование 70-летия болиды было ознаменовано приездным председателем КНР Си Цзиньпина в Москву 9 мая Владимира Путина в Пекин 3 сентября. Здравствуйте. Здравствуйте. ольшин MS Восте ГУЧ РУ, во всеми youth по UVA Cem ГУЧ belle 전에 2015 года, В 19.30 году в Бэйдинге все участвовали в Тойфанхе-Киньдене. Именно так было подписано новое соглашение о создании 14 российско-китайских советов по делам культуры, науки, СМИ и других направлений, а также определен вектор дальнейшего развития межресударственной деятельности. В этом году в Москве в Казахстане и в Казахстане и в Казахстане в Казахстане на МВИН и в Казахстане на «брективе». Прошедший в КНР кинофестиваль «Вечный огонь» стал частью программы празднования Победы. В Пекине и Судьжогу с большим успехом были продемонстрированы 7 российских фильмов, ранее никогда не демонстрировавшихся на территории Китая. Обыкновенный фашизм, Женя-Женечка-Катюша, Ижовский батальон, 20 дней без войны, блокада, Ленинградский метроном, сошедшие с небес и обелиск. В КП YOUС на ЧПИ Одний ГОНГ РОД hai в Киеве-Женечка-Катюштед Продолжение следует... Продолжение следует...